Главный итог – 5-процентный рост туристического потока. С января по сентябрь Анапу посетили 3 миллиона 800 тысяч отдыхающих, а еще более 900 тысяч побывали в городе-курорте с однодневным визитом. В первый год эксперимента по введению курортного сбора анапские предприятия перечислили 15,5 миллиона рублей на 2 миллиона больше от запланированного. На официальном сайте муниципалитета большинство жителей высказались за то, чтобы направить эти средства на реконструкцию центральной набережной Анапы. Об этом глава курорта Юрий Поляков сообщил в интервью «Росбизнес-консалтинг Кубань». Ранее в интервью этому же изданию он обратил внимание на то, что главный вызов сезона – открытие Крымского моста Анапа встретила достаточно уверенно, используя одно из главных преимуществ – самую большую линию пляжей на Черноморском побережье России. Человек, приезжая на пляж, должен чувствовать себя комфортно. Это должны быть зонтики, должны быть лежаки, должна быть вода, обмороженная. То есть он должен себя какие-то волейбольные площадки. Мы пытаемся добиться того, чтобы пляжная территория соответствовала именно настоящему пляжу. На сегодня у нас есть пляжные территории, те, которые действительно на них можно равняться, смотреть. Значительный рост, более 15% в этом году показали основные отрасли – санаторно-курортные комплексы, розничная торговля. Логистика почти удвоила объемы, а производство в строительном секторе выросло более чем в полтора раза. Более чем 2,5 объема прибавило общественное питание. Здесь рост связан в том числе с результатами работы предприятий быстрого питания, а также комбинатах при здравницах. В прогнозе на ближайшие годы заложен рост объемов по отраслям в среднем на 5%. По итогам 9 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост экономики муниципалитета составил 108,8%, выше планового показателя на 3,8%. Глава курорта подчеркнул, что итоги позволяют профинансировать в полном объеме все статьи бюджетных расходов. Александр Ребека. Анапа. Регион.